Сегодня отмечается Всемирный день ребенка. Праздник, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН в 1954 году направлен на обеспечение благополучия детей во всем мире. В Старомосколе ежегодно появляется на свет около 3000 малышей. На сегодня в округе более 27 тысяч школьников и около 14 тысяч дошколят. Детский сад. Целая эпоха в жизни малыша. Большой новый этап, к которому важно подготовиться как ребенку, так и родителям. Как это делают в детском саду номер 30 в нашем следующем материале. Когда ты ребенок, все хорошо, с тобой друзья играют. Ну вот, еще в конструктор ты любишь играть. Тебя мама может сладостями баловать, мама может все время с тобой гулять. Если у тебя есть брат и сестра старше, они будут все за тебя делать. Убирать. Я думаю, что ребенком хорошо быть, потому что не будешь быстрее стареть. Можно ходить в садик, поспать, кушать и гулять. Нужно сны, сняться и отдыхать. Детство – счастливое время. Пора беззаботности и мечтаний, игр, шалости и волшебных фантазий. Время, когда закладываются основы здоровья, личности и интеллекта. В познании мира детям помогают взрослые, родители и педагоги. Радость общения ребята познают в коллективе сверстников. В Старомосколе 14 тысяч ребят посещают детский сад. Родителям удобно. Ребенок под присмотром. Здесь его вовремя накормят, спать уложат, поиграют, научат читать и писать. Настоящая палочка-выручалочка. Я уверена, что мой ребенок здесь будет чувствовать себя превосходно, комфортно, в тепле, в уюте, в любви, самое главное, в заботе. Здесь очень уютно. Здесь группы очень светлые, яркие. Они оснащены всем необходимым. Мне кажется, что нужно в соответствии с возрастом ребенка. Детки развиваются. А это самое главное. Если малыши в детском саду плачут и не желают по утрам расставаться с мамой, то ребята постарше с удовольствием ходят в садик. Я люблю детский сад, потому что тут воспитатели очень хорошие, добрые. Они нас любят, и мы их любим. Тут очень весело играть. Тут очень много друзей. Играем на улице, в догонялки, в тетрадки, в тетрадки там пишем. Читаем. Я вижу, как у него одна песня, читаю всегда. Я все время тут выступаю с песнями. У нас тут очень хорошо кормят. Тут много разных игрушек. Можно играть, можно баловаться. Конструкторы, всякие паслы. У меня такого никогда не было. И нас здесь кормят вкусно. Здесь полно друзей. Занятия спортивные. Нас там учат прыгать на скакалок, прыгать на стрелывания ходить. И прыгать в длину. Два месяца назад в жизни Артема Муравьева началась новая глава. Малыш пошёл в детский сад. Разлуку с мамой переживает трудно. От воспитателя почти не отходит. Часто плачет. Менее болезненный адаптационный период проходят подготовленные дети. В 30-м детском саду открыли консультационные центры, где родители могут получить ответы на вопросы, а малыши постепенно привыкают к новой обстановке. Мы видели, что детки очень сложно привыкают. Первое время плакать начинают. Какие-то соматические заболевания проявляются. Часто болеют. Но чтобы такого не было, чтобы этот период был короче, мы для этого посещаем наши мамы сюда, приходят. Мы оказываем консультационную помощь. Мы наблюдаем деток в течение этого периода. Тестируем. Если есть какие-то нарушения, мы над ними работаем. Идётся индивидуальная работа, коррекционная работа. Анюте Косиловой всего год. Малышка уже два раза в неделю на 30 минут приходит в детский сад. Занимается с психологом. Ребёнок стал более общительный. Раньше, если она видела посторонних людей, начинала сразу плакать. А сейчас вы сами видите то, что посторонние люди, и комфортно себя чувствует. С начала года за помощью в консультационный центр обратились 29 родителей. Ольга Шалыгина, Алексей Грачёв, Ирина Чуликова, 9 канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова